Всем привет, друзья! Сегодня у нас воскресенье, 13 июля уже, и посмотрите, пожалуйста, на улицу, вот, что за погода до 13 июля, это же, блин, ну высад, короче, очень замечательная погода, ко мне тут лезут прям, прям, не знаю, ласкаться, такой смешной, не знаю. Мы уже встали уже давно, встали мы недавно, но уже за это время я вот в одежде успел съездить и добуксировать Мишу, машину Мишу надо автосервиса, и теперь мы будем прибираться, потому что у нас вообще срач, короче, в комнате, и мы давно уже не перебирались. Ааа, больно ты, что ты мне делаешь, ты мне все джинсы изорвешь, когти у него прям вообще больнючие, да, он уже затяжек мне, наверное, оставлял, я не знаю, что он хочет от меня. Ну все, прибираемся. Прибрались мы, вот, на виды, прям, вот, марафет вообще, прям, уют созданный. И, наконец-то, я повесил вот эти шняги одну, другую, и, наконец-то, они висят, забил пару херей в стену. Еще мы здесь замутили перестановочку опять, потому что надо же было куда-то ставить мультиварку. И вот супец из мультиварки, который это, нельзя оставлять на ночь там вот, потому что он испортился. Такие вот малошары. И сейчас время уже без 23, мы сейчас собираемся обедать, собрались, вернее, обедать, а суп испортился. Поэтому мы что, едим яйца, жарим, отстой, блин. Вот, и еще хотели сегодня торт зафигачить, а для него нужна форма, которая, это, расщепляется, не расщепляется, которая разделывается, короче. И вот сейчас, не знаю. Бока поднимается. Ну, бока поднимается, днище убирается. Сейчас сгоняю до магаза и посмотрю, есть там такая форма или нет. Если есть, то пойдем потом в магазин и будем делать офигенский торт. Я его удруженно смотрел. Вот. И он клевый. На улице по-прежнему, блин, дождь вообще фигня. Бесит нахрен. Самое отстойное, знаете, в чем? В том, что такая погода вот именно на выходные, блин. На неделе более-менее была, как выходные, так началось. И вот, выходные, что, второй день уже дома сидим, киснем. Вчера, правда, в свою компанию с Настей, с Мишей гоняли. Там посидели хоть так, блин, ну отстой. Вообще погода дерьмища полная. Отстой, короче. И еще мы 22-го едем в Туринск на неделю целую. И там будем тусить. Не дай бог такая погода будет. Это будет вообще стрёмно. Не буду там дофига по-любому записывать. Еще тут хочу записать там парочку кулинарных штук, приготовлений. И это вы тоже увидите на канале. Еще у меня лежит обзор. У меня два обзора. Планшет и мультиварка. Мультиварка он уже смонтирован. Но осталось... Я познакомился там с чуваком с одним на форуме по Votico. И отправил ему часть аудио. Потому что звук вообще не куча... Говняный, короче. Вообще. И отправил ему, чтобы он попытался как-то обработать в аудишине. И чтобы более-менее наложить. Если все путем, то останется дорожку наложить. И уже зарендерить видео. И точно так же потом на планшетное сделать. И слить это все в сеть. Целых два обзора. Все. Теперь точно сидимся есть и смотрим. Мы начали встретить... Скорый Москва, Россия, по-моему. Вот так. Посмотрели целых пять минут. И не понял. Ничего суть и фильм. Ну да ладно. Посмотрим. Узнаем. Расскажем. Я опять вам нагнал. И мы нифига не пошлиховать. Я просто хотел похвастаться. Не знаю. Не похвастаться. Тут, короче, у меня банка кальмаров есть. Во-первых, это офигенски. А во-вторых, я хотел рассказать про, опять же, наш прекраснейший интернет. У меня дико вымораживает. Потому что это каждый раз надо включать один компьютер. Потом это все вести. Ждать, пока он включится. Точку доступа на нем делать. Пытаться с моего подключиться. И это не всегда получается. Потом идешь здесь снова, выключаешь, включаешь. Лезешь в настройки. И, короче, так каждый раз. Это меня выбесило. Я не знаю уже. По-моему, насколько я знаю, есть роутеры. Ну, не роутеры, как они называются. Точки доступа. С функцией репитера. И вот купить такую в планах, я не знаю, покупать или не покупать. Такую купить. И сразу ловить оттуда интернет и раздавать его на комнату. Запородлено. Причем я не знаю, есть возможность его породить или нет. Надо сейчас... Еще найду кучу инфы. Если что, то, блин, прям желание вообще купить его. Но мы, пока я сидел базарил, мы решили сделать омлет. Потому что у нас есть еще молоко. И омлет. Вот это вот вообще тему прям отвечает. Сто пудово. Теперь все уже. Приятного вам аппетита. Ой-ой-ой. Посидел я и подумал, что нифига я в карты не проигрывал, чтобы идти в такую погоду нахрен. За формой, за этой. У меня кот даже вон целый день спит и... Холод ворожит. Он все спит и спит целый день. И вообще просто не просыпается, не встает. Потому что такая погода... Даже коту нифига не хочется делать. Ну, а мы решили сейчас просто пойти в магазин, потому что нам нужно готовить что-то взамен испорченного супа. Я все-таки заказал точку доступа. Тоже TP-Link. Не знаю, будет она работать или нет. Я уже запарился, мягко говоря, с этим интернетом. У меня бесит этот провод, во-первых, по всей комнате. Бесит то, что надо сначала там включать. Я уже это сжаловался, он все говорил. Заяна еще с такой погодой порстыла, заболела. Сейчас кашель, насморк и все прочее. А еще в аптеку сгонять. Сейчас мы оденемся и пойдем. Я уже заказал, сейчас заказ принят. И где-то минут через 10 он должен быть уже обработан. И все, чинно можно забирать заказ. Ну вот это, ребята, холодно. Прям очень холодно. И кот уже моей фишечкой стал играть от GoPro. Уже все свалил на пол. Засраниц такой. Ой, шкура. Купил я, значит, значится риотер точку дождь, как вы хотите называть это. Вот такой вот. Большая коробка просто вообще офиген. Все, большая. Офигенска, офигенски большая. И вот так вот все тут выглядит. USB sharing. Тут можно подключать, у него есть USB, можно подключать принтер, жесткий и еще что-нибудь в этом роде. Посмотрим. Осталось разобраться, как его настроить в режиме этого ретронициатора. Не знаю, сейчас посмотрим. Media Server, printer sharing, VPN, tunnel. Что-то тут не написано насчет этого. Надо разобраться с этим делом, чтобы не налажать при обзоре. А сейчас мы садимся кушать, пить чай и вместо тортала сегодня. Вот такая вот мини-кавская пицца. И не пицца, сосиска просто. Потому что душа просит что-то вкусное, а ничего нету. Поэтому так и так. Что хорошо, это то, что у него антенны снимающиеся, по-моему. И в любом случае всегда можно поставить большей мощности антенны. Надеюсь, мне хватит вполне и этих. Тут 5 децибел антенна одна мощность. Посмотрим. Всем приятного аппетита. По новой. И мы будем уже досматривать. Скорая Москва-Россия уже осталось буквально полчаса досмотреть. Быстро мы сегодня. Кстати, вот написано, что это версия 2.0. И я везде в комментах читал, что берите версию 2.0, а не 1.0. Типа 2.0 она чиннее. Еще прям кучу всяких прошивок можно мне ставить. Всяко прошивать. Короче, жесть какая-то прикольная штука. Главное, чтобы она мне подошла. И тогда будет вообще отменно. Прошел опять уже кучу вообще времени. Время уже 15 минут 10. Я вот не могу все еще разобраться вот с этой фигней. Ах, хер знает как. Я подсел сюда, чтобы поближе к выходу, чтобы лучше ловило. Даже уже на компе подключился к Wi-Fi. Ну вот к точке доступа к этой. Но как сделать, чтобы она ловила тот интернет и раздавала мне? Это непонятно. Я подключился как бы получается просто к ней. Я не знаю, вот мы сейчас готовим кушать в молотиварке. Тефтили. И на полетели тефтили, потому что там осталось еще мясо. Вот. И я хаваю огурцы. Я вчера сделал офигенские огурцы. Молосольные. Они просто вообще шикарные. Просто офигенно вкусные, короче. Ну улица уже темнеет. Ни хрена там не высохло. И все. Дождь идет, идет и сейчас идет. Вот такой вот стрём. И надо с этим что-то делать. Ну по-любому же можно настроить. Но как это сделать? Нужно гуглить. А чтобы гуглить, то что интернета я интернет не могу сделать. Сейчас возьму телефон. Возьму телефон. Найду его только. Вот он лежит. И уже буду гуглить. И потом будем садиться кушать. И вам приятного аппетита, друзья. Если вы вдруг опять сидите кушать. Я уже третий раз, наверное, желаю аппетита вам приятного. Ладно. Вот такой вот. Сегодня был стрёмный день. Во всех отношениях и смыслах. И вообще стрёмный. Короче, погода стрёмная. Торт не сделали. Интернет я так и не смог настроить. Я зарегался на ТПДинковском форуме. Написал в двух ветках даже одно и то же сообщение. Может мне кто-то что-то и ответит. И причём в тему внятное. Чтобы было прям супер. Если нет, то... Блин, я не знаю. Меня всё-таки бесит. Потому что вот сейчас опять вечером пришлось комп перезагружать. Там десять раз включать-выключать виртуальную точку доступа. То, чтобы мой комп смог не подключиться. Короче, бред. Завтра на работу. Я вас всех поздравляю. Тех, кто просрал свои выходные. Просто беспонтовые выходные с такой погодой и со всем. И мы увидимся с вами скоренько. Надеюсь, неделя будет интереснее, чем выходные. Но хотя по прогнозу вообще нифига не это. Давайте, не унывайте. Середина июля ещё ничего не значит. Мы будем надеяться, что погода будет крыльной. А теперь всем, кто пойдёт сейчас спать спокойной ночи. И дай вам бодрого утра и офигянской рабочей недели. Чтоб она не была такой говённой и всё было. Отлично. Ладно. Всё. Всем спасибо. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь обязательно на канал. И мы с вами скоро увидимся. Всем спасибо. Пока.